Я хотела это сведеть слово сказать еще недели три назад Вот я уже забыла немного Вот, это свидетельство Десятини Твои свидетельства десятка Когда я начала ходить в церковь Я училась в школе И тогда аж домчил, чехов в училище И я услышала проповедь Олега Григорьевича Десятини Очень! Такая, яростная была проповедь пробует, вот, как-то в Инаги. Да, и тогда я, ну, я не работала, и у меня там 10 лев, 20 лев я зарабатывала иногда. Работик по малку, по 10-20 лево печели. И у меня получилось, ну, 1-2 лево, это же так легко. Я сказал, что 1-2 лево додавал лесной. Я иду, откладу это десятину, и думаю, почему иногда людям трудно. И Сипитом, за что? За что на хору-то им и сложно додавал десяток. А потом я устроилась на настоящую работу, и там у меня первый раз получила лев 500. И запрос получил 500 лево. Потом думаю, о, 50 лево. Уже не так легко. Я же могу купить что-то за них. Но потом я вспомнила еще раз пробовать Олега Григорьевича. И подумала, что это же все деньги. Я представила, что они не мои, а Бога. И просто я ему даю десятую часть всего лишь. Мы дам вам самого десятка. И так в продолжение, вот 2,5 года, как я работаю. И такое большое продолжение на гудина и половина. Вот, я отделяла сразу. О суделях Веднага. И забывала, как будто бы их не было. И забрав их в затях. Вот, и с радостью относила. И сразу сгинулся их. Ну, в прошлом году. Мы бачим минула тагудина. Весь год был очень стабильный. Целла тагудина больше много стабильного. Кроме последнего месяца. Освен последний месяц. И тогда... И тугава. Мне было очень трудно делать десятину. Больше мне много сложено, уделяем. И на десятую часть. И я даже, может быть, один раз не отнесла. Я даже признаюсь вам. Я сложила, что тебе признаю. Вот. И, ну, просто мне было немного грустно. Больше мне тыжно. Потому что именно на этот месяц просила больше зарплаты, чем обычно. За погулям заплату. Вот. Но я очень сильно прям сосредоточилась. Сумма. Силнуся сосредоточив. Верху сумма-то. На деньгах. И я забыла думать о клиентах. И забрав их до мысли за клиентите. Вот. И у меня потом получилось такое, как обличение. Из этого получив обличение. Что я как бы механически стала работать. Чезапожных механичную на работе. Вот. А работа у нас с клиентами. Поэтому нужно вот в каждого вкладываться в шею. И трава до влагам душа. Усилия какие-то. И усилия до полага. Вот. И у нас на планерке было такое, что вот. И на наше собрание, на работу им. Хорошо бы знать каждого клиента прям очень хорошо. Говорих ми за твачи. Эду бреда пузнам. И всякие динут клиентики. Я решила выписать всех своих клиентов. Я решила да испиша всички-то сиклиенти. За один год. За тяло-то година. И потом я села. И решила за каждого помолиться. И решила за все кидинутся. И потом в следующий месяц. В следующий месяц. Некоторые клиенты. Някую клиенту. Пришли. Которые не приходили. Или кто-то прошел курс. И он решил записаться еще раз. Или някую минал курс. И решил отнову доси запиши. Или кто-то вспомнил и пришел. Или някую си вспомнил просто и душил. Вот. И они начали приходить. И даже приходили новые. Которые говорили, что кто-то им посоветовал. Именно ко мне прийти. Вот. И я поняла, что... Так, сейчас. Вот. И получается, что декабрь был очень трудным. И декабрь месяц был еще много тежек. Но Бог все равно не оставил. Бачим, Господь не меня оставил. Он дал мне благословение через других людей. Он мне дал еще благословение через других. Вот. Я до этого у родителей как бы не просила денег. А с предметом они молятся родители, эти все за пари. И в последний день года я пришла к ним домой. И в последний день, это седмица от гудината дойдет в притях. И я что-то... Мы разговаривали. У них еще день рождения. Я пришла без подарков. И ты им был рожден, день. А с дойдет в притях, без подарков, что-то нямах пари. И потом они что-то сказали. И теми казахани, что... Я что-то с кем-то поговорила. Я просто прихожу. И начинаю плакать. И уйти в притях. День рождения. За почвам до плача. Я без подарков. На рождении МДН. И просто плачу. Просто плачу. И у меня мама говорит, что случилось? Каков все случаи? Вот. И она просто потом... Ну, поговорили. И она приходит, дает мне денег. Тяду идеи, медали пари. И им нужно было... Нужно сказать о сумме денег. За что ты все нуждаешь? А у них самих не так просто с деньгами. И натягивать сложно. Потому что до этого мне казалось, что я должна быть прям сильно самостоятельной. Придеть в вами с урывающей четравосом силно, самостоятельно. А это возможность в финансовом недостатке. Я получила возможность в этом финансовом недостатке. Получив возможность в автозе финансового недостатка. Прийти к родителям. И до до... И получить их прям поддержку и любовь. И до получив в автозе подкрепой, безусловно, любовь. Вот. Ну и потом, конечно же, вот сейчас все хорошо стало. И всегда разбирается в сечку и добре финансовую. Вот. Приходят люди. Идут хора. Вот. И отношение к работе тоже поменялось. И внушение тумиком работа тоже променило. Что нужно и молиться на работе. Разбрахчи треба и до символа на работу. Прям как одна проповедь была у Ромы. Рома намошает на проповедь пасту Романа. Что нужно брать Иисуса всегда с собой. Трябва до взимами Иисус со себе си навсякали. Поэтому тоже брать Иисуса на работу, молиться на работе. Иисус на работу-то си, да с молим там. И отделя десятину сразу. И до уделяем десятка, видна, в конверт какой-то откладывается. Или в несколько в плик, да си слагами. Ну и, конечно, если больше, то лучше. Разбирайся куда вами получи. Подобре. Точно откладываю. А, с вечера делим. Теперь будем молиться. А, ну ладно. Вот, ну был один клиент. И, может, один клиент. Вообще даже так получилось, что он пришел. Если получит, акачает, пришел. И я подумала, о, наверное, это ко мне он должен прийти. Если поместил в чатой, я внушую дочь применю. Потом Даша его записала на диагностику. — Как после Даша его записала за диагностику? — Думала, ну ладно. — Я сомислил Хэмид, да? — А потом, когда я снимала... Ну, я ему там снимала иголки и массаж краткий сделала. — После бумаги на доктора в свалях игли и ему на проект краткий массаж. — И он говорит, о, я приду к тебе на массаж. — И ты скажешь, что дойди и притеп на массаж. — Вот, я подумала, о, круто, но все-таки он пришел ко мне. — О, супер, то иду, иди, премен. — Вот, я ему сделала массаж первый раз. — На проект ему видныш массаж? — Ну, он ушел, записался еще. — Дыгнасти записался еще второй раз в Торипод. — И тогда, ну, оказалось, что он тоже занимался массажем. — То есть указывает, слышь, что массажист. — И во второй раз он просто... — И в Торипод той просто медади. — Он мне дал 50 лев. — 50 лев. — А это еще как бы почти, что как будто бы он два раза платил массаж. — То есть, иной заплатил за второй массаж. — Да. — Мне никогда таких больших чаевых не давали. — Я никуда толково гулям боксиш. — Ваш. — Он такой щедрый, что еще Даша дал чаевую. — Тебе и что толково штедеру, чей на Даша и даде боксиш. — Тоже большой. — Все, что гулям. — И Паше, да. — И Паше тоже. — А, и доктору. Я просто не рассказывал, я не слышал. — Вот, давайте помолимся о десяти. — Дай-ка себе помолимся за десяток. — Благодарю тебя, Господи, за то, что ты даешь возможности зарабатывать. — Возможности до печали импари. — За то, что у нас у всех есть работа. — За то, что мы в другой стране. — За то, что у кого-то бизнес есть. — Кто-то работает онлайн. — Благослови, Господь, сердца каждого. — Благослови, Господи, сердца-то на всякие едины от нас. — Чтобы сейчас они отдавали до десятину с чистым сердцем и желанием. — Да, кто за десяток с чистым желанием во все это все. — И чтобы ты увеличил доход, Господь, каждого в тридцать, шестьдесят и сто крат. — И пусть эти деньги идут так же на благо церкви. — Все, что носят блага на церковь. — Чтобы мы построили третий этаж. — Да, построили им третий этаж. — Чтобы могли использовать только качественные материалы. — Используем качественные материалы. — Благослови, Господь, работы и бизнеса каждого. — Благослови, Господи, работайте и бизнеса на всякий день от нас. — Чтобы каждый брал Иисуса с собой на работу. — Всекие довзимы Иисус на работу таси. — Благодарю тебя, Господь, за все. — Благодарите, Господи, за всичку. — Во имя Су Христа. — Молих месивов имя Туна Иисус Христос. — Аминь. — Аминь.